В начале июля президент России Владимир Путин подписал указ в 2020 год объявить годом памяти и славы. В следующем году будет широко отмечаться 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Подвиг советского солдата будут вспоминать в каждом уголке нашей большой страны, поздравлять ветеранов и тружеников тыла, отдавать дань памяти тем, кто не вернулся с фронта. Пискаревский мемориал в Санкт-Петербурге станет традиционным местом проведения траурных церемоний. На самом большом в мире кладбище жертв Второй мировой войны, где похоронено более полумиллиона человек, соберутся люди разных национальностей и религий. Мемориал часто посещают и жители Чувашии, представители диаспоры, проживающие в Санкт-Петербурге. Там побывала и наша съемочная группа. Ни один город мира за всю историю войн не отдал за победу столько жизней, сколько Ленинград. На Пискаревском мемориальном кладбище 186 братских могил, в которых покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, бомбежек, обстрелов. 70 тысяч воинов-защитников города. В любую погоду, в любое время года здесь всегда горит огонь и звучит траурная музыка. В память о защитниках Ленинграда несколько лет назад здесь обустроили аллею памяти. На ней – мемориальные плиты от городов и регионов нашей страны, стран СНГ. Первый раз я здесь был в 2003 году, когда вот только-только эта аллея славы начала строиться. Естественно, тогда первые начинания только были. И в последующем, когда я был в 2008 году здесь, на Пискаревском кладбище, я понял, что пора бы нам тоже здесь установить памятную доску. Мы открыли вот эту памятную доску. Здесь наших бойцов, которые погибли, защищая Ленинград. Они все были признаны из Чувашской республики. Мы по архивным данным нашли среди погибших, которые захоронены здесь, на Пискаревском кладбище, 299 человек. Алиса Шарпаева приходит сюда поклониться своему дедушке, который погиб в войне. Дедушка похоронен с маминой стороны Аликовского района, с АП Мачей. Мама говорила, получили письмо, похоронен на Неве. А как его найти? С 80-го года, все эти годы, мечтала. Почему, думаю, у всех народов есть вот этот памятник? Почему, думаю, у наших земляков нету? За это вот просто у меня хотелось, чтобы это памятник был. И, слава Богу, молодцы, спасибо огромное Владимиру Живову и Виталию Арсентьевичу. Они постарались, и мы все вместе поставили этот памятник. В этом священном месте всегда слезы на глазах. Вместе с людьми часто плачет и природа. Я, конечно, войну не видела. У меня брат и сестра 41-го года рождения. Они, конечно, рассказывают, что без слез не рассказать. Есть нечего, говорит, было. Картошку собирали гнилую. Вот так жили. Но история войны показала всему миру, что советский народ невозможно сломить. Я сам военный офицер. Теперь, конечно, уже в отставке. Как говорится, мне сам Бог видел такие праздники. Там День Победы, там День снятия блокады и все остальное. Прийти сюда, на это священное место в нашем Санкт-Петербурге. Сюда к нам приезжает в Санкт-Петербург сборная команды по спорту из Чебоксар. Мы приходим сюда, тоже самое возлагаем эти цветы. Мы им рассказываем, что это такое, что это означает. И они нам, конечно же, благодарны. Это, конечно, большая гордость. Это приятно. Ты приходишь на такой значимый мемориал, на который приезжает президент страны, приезжает в том числе. И здесь есть плита именно уроженцем Чуваши. Нам это приятно. Приходят сюда ребята и студенты приходят. И учащиеся военных училищ также приходят с семьями, с детьми. В планах у Чувашского культурного общества города Санкт-Петербурга установка памятного камня на Невском пятачке, на интернациональной аллее славы. К 75-летию празднования Победы. В Великой Отечественной войне ребята обещали высадить там деревья и установить лавочки. Галина Титарчук, Андрей Шоклев из Санкт-Петербурга.